друзья всем привет привет с вами Елена и хотела сегодня с вами поговорить показать вам вот эту вот всю красоту на сегодняшний день какая прелесть а что хотела показать потому что я сейчас уйду два дня отработаю и потом приду с работы когда и буду обрезать свои питунь и питунь и мои вот эти питунь и которые у меня будут вегетативные питунь и с которых я буду брать черенки вот через два дня я их обрежу обрежу чтобы для того чтобы они у меня потом новая масса начинает нарастать я могла с ней взять черенки для дальнейшего как говорится укоренения для посадочного материала на будущий год посмотрите вы скажете жалко конечно жалко но жалеть не надо я конечно в этом году пожалела что мне надо было купить побольше горшков или там какие-то строительные посадить было побольше вот этих вот своих видит вегетативных питунь и для того чтобы допустим какие-то горшки можно было обрезать и какие-то оставить чтобы они у меня дальше цвели ну вы знаете ничего страшного не бойтесь через две недели через две недели обязательно они нарастут то есть я под обрежу я их начну поливать мочевинкой подкармливать и через две недели они снова нарастут вот мне нужно взять с них череночки обязательно череночки потому что иначе на будущий год мы останемся без этих петуночек нельзя остаться без них посмотрите какая прелесть посмотрите это же просто шикарные калибрашки тоже буду обрезать жалко но ничего не жалейте и во-первых для чего все это делается если вы обрежете свои петунии сейчас то через две недели они вам еще лучше еще краше вам покажут и будут свести до самой позднего как говорится осени до самого снега практически они будут вам показывать вот такую красоту посмотрите не бойтесь обрезайте вот у меня сегодня за ними придут гортензии мои красавцы здесь у меня находится комнатные цветы я уже снимала ролики показывала вот посмотрите видите они уже как бы израстают пледи начали уже вот такие вот как красиво конечно но они были еще красивее я вам хочу сказать поэтому вот так вот под горшотик все это сниму и найдет наступит новый прирост у них череночки начнут нарастать вот посмотрите видите они уже желтеют красиво жалко но ничего еще лучше будет потом сниму вам ролик покажу звездное небо ой звездное грозовое небо красота снимаю для того чтобы во первых и вам показать и чтобы было конечно память посмотрите какая красивая это брахикома брахиком а вот такие вот ромашечки это не вегетативно это семян я собираю свои семена сею каждый год высаживаю потом в горшках вот так вот больших вот это вот посмотрите какая прелесть даже просто прелесть это тоже я буду снимать ириночки это веге . это у меня здесь вегетативная лобилия один кустик я нынче покупала вот буду тоже разводить черенки буду снимать тоже буду обрезать ее здесь у меня прудик вот такой вот посмотрите лилия цвет набирает бутончик там у меня рыбочки живут карасики вот мы и красавицы гортензии нынче вон тут жаровидную гортензию у меня мыши поели и вот то что я ее спасала спасала в итоге я ее обрезала обрезала и вот все равно у нее смотрите цвет она набирает здесь у меня метельчатая гортензия в розовый цвет уходит она у меня потом к осени здесь у меня лобилия лобилия обыкновенные и семян которые я им уже делала обрезку вот они у меня вот такие вот на сегодняшний день смотрите какие красивые хочу сказать что они такие прямо знаете морозоустойчивые прям до самого снега я всегда сажаю лобилию она мне очень нравится белую и синюю разную вот такую нынче я купила гортензию вот она уже набирает у меня цвет с нее я взяла череночки вот она вот такая у меня кому интересно вот у меня уже стоят череночки на будущий год будут лилии конечно еще не все только начали распускаться у нас здесь я посадила персидский ковер ценюю сочетаниями с гейхерами очень красиво сочетается хочу сказать здесь у меня компанелочка моя лапочка у меня их три вида нет не три даже четыре вида у меня их очень красивые очень цветет и цветет и цветет это многолеточка здесь я посадила кобею но вот пока я еще не вижу хотя она вот она уже такая достаточно такая высоковатая вон уже куда она у меня залезла но вот пока я не вижу этих самых граммофонов но надеюсь я дождусь я этих граммофонов очень красиво она смотрится большие такие граммофоны это у меня белая опера вот тоже я ее буду обрезать нынче вот такая шапка у меня стояла в этом горшке и вы знаете что завелся червяк дождевой и вот вот пожалуйста вот такой результат я уже пол куста выкинула просто спасти бы черенки здесь я посадила просто в юси посоль вот это вот здесь у меня сидят колеусы вегетативные колеусы вегетативные сидят посмотрите какие я брала с них черенки показывала как и что как я их укореняю сейчас друзья мои я телефон там отключу как только я начинаю что-то снимать что-то начинаю снимать обязательно что-то начинается кто-то начинает опять звонить мне не дают спокойно снять ролик вот ты же у меня там розочка распустится скоро красивая такая здесь я посадила и помею вот они у меня начали уже виться вон они видите здесь они у меня будут до самого карниза это вот у меня и сеянцев петуния лобилия вот такая тоже из семян это sensation вегетативная петуния это маточник у меня маточник здесь у меня я вынесла свои эти пеларгонии вот лилии вот пожалуйста задний план лилии там папоротник у меня потом у меня идут циния а потом уже петуния то есть получается как вот спускаются они вот так цветочки очень красиво ну вот уже циния смотрю уже цвет набирают у нас нынче затяжное как говорится весна затяжная получилась и запоздала где-то наверное недели на 1 2 на 3 точно поэтому уже должно все цвести и пахнуть а у нас вот только-только начинает что-то там цвести вот тоже папа посмотрите какая прелесть здесь я купила конусную в прошлом году вот такую конусную клумбочку и вот так вот я посадила как получилось как микс видите тут вот петонечка и здесь у меня брахикома сидит сверху лобелечки посмотрите как она смотрится красиво здесь я посадила здесь я посадила калибрашку лобелия синяя но и голубая белая видите как она это сан виталия как маленькие такие подсолнышки вот такой вот получился шикарный микс но я думаю он еще будет шикарней вот просто не забывать поливать потому что он быстро сохнет то есть я утром побежала на работу быстренько туда ливанула вечером прибежала тоже здесь у меня ива вот такая вот надо делать обрезку конечно она опять уже вымахну у меня здесь у меня забор от соседей как говорится северная сторона получается от них и вот у меня здесь прекрасно чувствуют хосты вот так хосты и остильбы вот здесь у меня тоже китайские розы я эти розы китайские гладиолусы я посадила хосты вот такие вот у меня смотрите какая прелесть это голубая хосты посадила львиный зев уже он мне очень нравится люблю львиный зев хочу сказать отцветает я его снова обрезаю и он опять начинает цвести даже здесь у меня вот сидит получается у меня сирень белая я ее вот так вот обрезаю всю то есть я ей не даю большой расти это белая махровая и снизу я сажаю тоже высадила нынче петунии потому что петунии остались а воткнуть уже некуда и я вот сюда их вот посадила пускай растут но я смотрю они вот начали там хорошо себя чувствовать здесь у меня малинка нынче купила малину гордость России называется что ли да гордость России три куста посадила уж больно ее так нахваливают я решила попробовать вот как мне говорят приходят ко мне говорят Лена у тебя яблоко упасть негде у меня на самом деле яблоко упасть негде смотрите какая прелесть я стараюсь каждый каждый клочочек засадить его чтоб он у меня не пустовал огород конечно у меня небольшой хочется все больше и больше с каждым годом как говорится запросы растут у меня здесь вот я петунии у меня сидят обычные тоже из семян ну в клумбах я сажаю обычные петунии из семян вот а вегетки уже все остальное я в кашпо сажу в подвесные кашпо в такие вот пожалуйста барбарисы у меня здесь у меня спирея тоже я ей сейчас она немножко цветет и буду делать обрезку вот мои пожалуйста барбарисы я им тоже делаю обрезку не люблю когда они слишком большие вот на заднем плане у меня сидят целый ряд георгинов то есть это просто шикарно будет смотреться вот сейчас вот ролик сниму пойду покушаю и буду обрезать их не люблю конечно были бы у меня большие площадя пускай бы они там разрастались но нет у меня столько площадей посмотрите какая у меня смородина красная она вся усеянная посмотрите какая красота ну вот как-то вот не любители мы смородины баба Таня у нас собирает конечно делает но я делала это делаю я желе я делаю из красной смородины вот посмотрите какая ёлочка у меня красивая голубая очень красивая очень вот я тоже уже обрезала свои жимолости я их обрезала показывала как я из них делаю бонсай крона была очень огромная вот два дня назад я их обрезала сейчас я их обрезала у них начнет новый прирост и он останется до будущего года то есть до весны ягод очень много нисколько я не теряюсь в ягодах я имею ввиду что ягоды нисколько не меньше получается крона вся высокая здесь я высаживаю все свои цветочки то есть видите у меня здесь цветочки всякие разные сидят места как бы много не занимает я вам просто рекомендую вот у меня два куста и вот с двумя кустами я так вот делаю все приходят спрашивают я на что это такое я говорю да это жимолости разве такие жимолости бывают ну люди привыкли что они вот сидят вот так вот до самой земли как говорится да а у меня они получается как бонсай вот такие вот стоят вот это мой кизильник лапочка показывала как он цветет ребята как он красиво цветет это почвопокровник ой потом завязываются у него такие красные ягодки и так он смотрится шикарно я его тоже обрезаю вот он не надо вот это вот пятно закрыть у меня здесь старый погреб был и вот ничего там бетон у меня идет буквально там сантиметров 10 земли получается остальное все бетон идет уже ну потому что как раньше погреба то делали заливали бетоном вот и я сюда ничего не могла такого придумать как сделать типа здесь вот такой как может быть как наподобие альпийской горки я вот такую дорожку исландца сделала и вот так вот смотрится тоже здесь посадила вот она творила вот здесь вот здесь я посадила Сан-Виталию значит и посадила кустарник посадила кустарник пускай растет потом я сюда еще земельки подсыплю то есть я сюда земельки подсыпаю каждый год вот она все равно седает а седает а седает то есть ну погреб вот там посадила я три пальмы крещевины на задний план будет красиво смотреться уже каменные розы цветут видите здесь здесь а здесь у меня ива на штамбе верба на штамбе я ее обрезаю вот она у меня уже получается четвертую зиму перезимовала маленькие такие вербочки вы знаете так красиво смотрится оригинально вот сохраняется не вымерзает ничего вот как есть она вот на стволике так и есть пледи вот так растут я их раз раз обстригла вот так и заново чем больше чем больше стрижешь тем больше вот это вот вегетативная масса нарастает вот здесь у меня тоже гортензия сидит красавица вот эта роза видите какая она тоже мне ее так рекомендовали так рекомендовали говорят ну и она так долго цветет и я ее купила два года назад купила ее за 500 рублей конечно цветоносов много бутонов много если посмотреть приглядеться но я хочу сказать что она очень быстро осыпается то есть вообще очень быстро осыпается конечно она красивая но хотелось бы я думала что все таки ожидала я лучшего думала ну хотя бы дня 3-4 будет у нее бутон держаться нет не держится а так конечно красиво смотрится это вот кто любит коллекцию роз собирать как вот для коллекции конечно она очень шикарно смотрится любителей это у меня сенсейшн питунечка тоже вот сейчас через два дня буду я ее обрезать лапочку мою она такая у меня красивая стояла видите все она уже немножко израстает ее надо подстричь обновить ее обязательно вот здесь у меня помидоры сидят помидоры сидят нынче у меня получилась такая беда что был последний заморозок и я по своей глупости дурости не включила обогреватель в теплице и вот ящики которые у меня стояли ближе к дверям они у меня очень сильно померзли ну вот я хочу вам сказать то что у меня дальше стояли ящики рассаду я всю продала рассада была шикарная я вот эти вот себе оставила думаю будь что будет ну вот я смотрю вы знаете уже уже вот смотрите как набирают они кисти помидорки вон они ну я думаю нарастут еще время достаточно вон они видите нарастет я как бы не расстраиваюсь вот тоже розочка посмотрите какая прелесть пиончик отсвел здесь у меня еще остался посадочный материал который я еще не продала на будущий год я продам вот у меня все стоят мои все череночки стоят они у меня не только здесь это готовится уже на будущий год вот чеснок мой я вам всем показывала снимала ролики как я ухаживаю за своим чесночком там как я борюсь от луковой мухи да все вот кому интересно смотрите мои ролики вот тоже сейчас буду поливать здесь у меня посмотрите какой лес натуральный лес я уже раз несколько раз обрезала вон уже видите помидоры какие висят вон они вот подзамерзли они у меня ну смотрите нарастают я думаю что все равно я без помидор то не останусь хватит нам помидор сейчас буду поливать посмотрите сколько помидор вон они пошли помидорочки пошли родненькие высокие высокие конечно они у меня здесь под потолок буквальным образом вырастают посмотрите какие ничего это свои семена у меня то есть я не покупаю семена никакие там не F1 это свои деревенские семена я их сохраняю и вот всегда люди меня знают и идут ко мне всегда за рассадой здесь вот у меня смотрите черечки вот они какие уже нарастают вот они малюсенькие какие-то смотрите вот огурчики мои с огурцами конечно нынче сеяла три раза огурцы почему-то не сходили вернее проклевывались я их садила в землю и они не вылазили то ли их там двух воски то ли кто ел ну вот у нас огурцы только вот пошли как говорится все уже люди едят а у нас ну и я посадить долго не могла во-первых у меня здесь стеллажи у меня все в ящиках стояло мне бы конечно еще одну теплицу чтоб я могла высаживать себе я имею ввиду для себя помидоры огурцы да и а так получалось что у меня все здесь в рассаде люди шли и мне некогда было воткнуть их вон они какие огурчики нечего